Физкультурно-оздоровительный клуб «Таврия» существует с 91-го года. Сейчас он находится в районной коммунальной собственности. Его коллектив активно продвигает спорт и физкультуру в массы. Здесь проводятся игры районной детско-юношеской футбольной лиги, в составе которой 13 команд. А также работает детско-юношеская спортшкола с филиалами в шести местных советах. «Самая главная задача нас, как местной власти, детей от улицы отвезти. Это здоровье, это здоровый образ жизни, это будущие хорошие семьи крепкие. Поэтому на этом мы не жалеем ни сил, ни денег». Неудивительно, что Васильевский комплекс попал в областную программу развития сельских стадионов. В прошлом году начато строительство хозяйственно-бытового корпуса с помещениями для дополнительных спортивных секций. Выделенные областным советом средства в прошлом году полностью освоены. «Это вообще может быть образцово-показательный комплекс. Не в масштабах Запорожской области, а в масштабах Украины вообще. И поэтому, если здесь еще построится это здание, здесь же дополнительные секции будут все. Потом реставрируется стадион, то здесь будет такой, вы видите, комплекс весь в месте. Я говорю, сюда можно привозить со всей Украины показывать». Для завершения работ необходимо чуть больше миллиона гривен. Глава облсовета Александр Нельфетов пообещал поддержку депутатского корпуса в этом вопросе. «Год назад мы посмотрели здесь физкультурный комплекс и посмотрели, что руководству района не безразличен спорт. И они хотят это поддерживать. И я больше чем уверен, что они будут это делать. Вот мы выделили первые 600 тысяч. И я думаю, будем заканчивать даже в тяжелое наше финансовое время». «В Украине, тем более в сельской местности, строительство спортивных сооружений практически не ведется», отметил глава области. По его словам, Васильевский физкультурно-оздоровительный комплекс «Таврия» – пример того, как можно, несмотря на кризис, развивать материально-техническую базу сельского спорта. Продолжение следует...